На прошлой неделе Международная организация труда предложила ввести четырехдневную рабочую неделю. Это, по мнению МОД, благоприятно скажется на здоровье трудящихся, на экологии и поможет создать рабочие места. Тульского губернатора Владимира Груздева не впечатлила данная идея. Кто работой увлечен, погружен в нее, того усталость не одолеет, сказал он. Ну а кто ожидал другого? Тула – город оружейников, тружеников, да и сам губернатор работает круглыми сутками. Здравствуйте, я Анастасия Лантратова. В эфире программа «Итоги недели». И мы начинаем. Большую Тулу скроили по-новому. На смену районам пришли округа, но сохранили историческую справедливость. Наркотик, постоянно меняющий свой состав и неподвластный уголовному кодексу, набирает популярность среди подростков. Массовое отравление спайсом настигли и Тульскую область. Что ожидает тульский «Арсенал»? Эксклюзивное интервью генерального директора футбольного клуба Андрея Никитина. В среду городские депутаты экстренно собрались на внеочередное заседание парламента, чтобы решить часть насущных вопросов, среди которых утверждение структуры администрации Тулы. Теперь у главы администрации первый заместитель, зам по финансовой, экономической и промышленной политике и зам по социальной политике. По мнению Груздева, новая структура будет более эффективной. Кроме того, по словам главы региона, в создании новой структуры очень важное взаимодействие городской администрации, депутатов и правительства Тульской области, так как основные задачи, стоящие перед городом и правительством, одинаковые – сделать город чище и аккуратнее. Несмотря на то, что муниципальная власть не имеет никакого отношения к региональной, об этом говорит законодательство, губернатор пытается контролировать город. По нашей информации, структура городской администрации была рекомендована на седьмом этаже Белого дома. Глава региона устраивает передел под себя. На этой неделе стал известен конкурент Евгения Авилова в борьбе за место сити-менеджера. В четверг замглава администрации Роман Мурзин подал документы для участия в конкурсе. Предположительно, в следующий четверг состоится сам конкурс на замещение должности сити-менеджера. Не думаю, что в этом вопросе будет хоть какая-то интрига, ведь Мурзин не конкурент для опытного и осторожного Евгения Авилова. Поэтому сейчас самое главное – это соблюсти все правила игры и создать видимость выбора. И уже сейчас можно говорить с уверенностью, что никаких потрясений не будет 23 октября. Очевидно, что Мурзин является в этот раз дублером Авилова. Но вполне вероятно, что именно Мурзин займет кресло главы администрации на следующий срок. Ведь по нашей информации его продюсирует Виктор Трифонов, который, несмотря на проигрыш на выборах партии «Родина», сохраняет влияние на Владимира Груздева. Кстати, к вопросу о главе администрации и ее замах. Главы нет, а Дума принимает серьезные решения и сокращает количество заместителей своего же руководителя. А может, новому главе администрации понадобится 7 замов? Не политика, а сплошная комедия. Еще один важный законопроект, который обсудили депутаты на минувшей неделе – о помощниках депутата Тульской Градской Думы. Теперь депутату устанавливаются две штатные единицы помощника с месячным окладом в 50 тысяч рублей. При этом число помощников депутата, работающих на платной основе, должно быть не более пяти. Экономия в год более 50 миллионов рублей. Мы предлагаем эти деньги направить конкретно на решение социальных вопросов города Тула. Это будет и благоустройство парков, это и устройство велодорожки, то есть на все цели, на которые требуются сегодня дополнительные средства. Были товарищи, которые воздержались, один воздержался, один против. Но все остальные, независимо от партийной принадлежности, поддержали инициативу депутатов Городской Думы, членов партии «Единая Россия». Самый главный вопрос, который обсудили депутаты – новое территориальное деление Большой Тулы. С 1 января 2015 года районы Тулы переименуют в округа, увеличив их территорию за счет поселков бывшего Ленинского района. Большая Тула будет разделена на пять округов. Главная цель этого нововведения – повышение оптимизации и совершенствование процесса управления территориями. Кстати, вы помните, какой негатив был в интернет-сообществе в связи с переименованием районов в округа? Так вот, депутаты прислушались к здравому смыслу и мнению туляков и одним выстрелом убили сразу двух зайцев. Поделили Тулу по-новому, но при этом туляки остались довольны, так как названия округов менять не будут. Вариант, который вносила на рассмотрение Городской Думы городская администрация – это было предложено по частям света сориентировать округа. Но поступали звонки от жителей. Мы проработали вопрос с нашими избирателями. В пятницу был предыдущий единый день приема. Депутаты проводили встречи с жителями и избирателями по своим округам. Проработали с коллективами предприятий. Большинство жителей придерживаются традиционных названий. И все-таки нашли компромисс и решили администрацию города Тулы, просмотрев, проанализировав эту ситуацию, услышав мнение туляков, остановились на варианте ставить округа привокзальный, пролетарский, то есть наше традиционное название. Жизнь не стоит на месте. Вы видите, очень большие перемены произошли у нас и в правительстве, и в области. Но, естественно, они не могли не затронуть город Герой Тулу, на сегодняшний момент обладающий статусом центра. Поэтому изменения в структуре, они позитивные, на мой взгляд. Это большая управляемость, большая открытость. И самое главное, то, чего боялись, может быть, в свое время при просоединении Ленинского района, как будет взаимодействовать администрация. У нас все структуры управления, органы управления на территориях, в том числе и Ленинского района, остаются. То есть самое главное, что у жителей останется возможность прямого доступа к органам власти. Деление на округа – это самое малое из проблем, с которыми столкнулись городские депутаты. Слияние бюджетов, тарифы на муниципальный транспорт, доплаты или годы сельским жителям Ленинского района. Вот те проблемы, над которыми бьется и не всегда удачно городская дума. Об этом мы обязательно расскажем в следующих программах. Дорожный вопрос является одним из самых болезненных для Тулы. Восточный обвод начали строить еще в советские времена. Порядка шести лет над ним интенсивно работали, а после про эту развязку забыли аж на 20 лет. В 2006-м была открыта первая очередь восточного объезда. На это было потрачено почти 250 миллионов рублей. На время эта дорога разгрузила город. Я вам хочу сказать, что действительно задумка была делать четыре полосы. И Волгоградский институт, который проектировал этот путепровод в свое время, начал четыре полосы. Затем, ну по сложившейся причине, вы знаете какие причины, он развалился. Сам институт? Сам институт развалился. И вот то, что осталось у нас в документации, значит, то мы и построили. Но сваи были забиты еще две полосы. То есть сваи у нас на четыре полосы, да? Сваи на четыре полосы, да, забиты. На сегодняшний день вопрос с восточным обводом стал ребром. Дорога перегружена утром в одну сторону, вечером в другую. И вот снизошло счастье. На восточном обводе начались работы по расширению дороги. Будут установлены светильники, сделаны пешеходные дорожки. Появится развязка с выходом в сторону Калужского шоссе. Все работы обещают закончить уже к концу ноября. В планах на следующий год устройство двух дорог, которые смогут развязать восточный обвод и металлургов в сторону улицы Кутузова. Мы не могли пройти мимо темы эсеров и их будущего руководителя. Как заявляет источник коммерсанта, принято решение об отставке Владислава Сухорученкова, но найти ему замену не могут. Сразу после этой публикации сам лидер тульских эсеров сообщил в Твиттере, что слухи о партийной смерти оказались сильно преувеличены. Цитирую. Какое разочарование для тульских ядросов и их прихлебателей. Раз Сухорученков заявляет о том, что слухи преувеличены, значит так оно и есть. Ведь действительно, кто сможет сменить и заменить Сухорученкова? Александр Новиков или же Александр Лучин? Дилемма для Сергея Миронова. А сейчас давайте вспомним эпопею «Справедливой России». В предвыборную кампанию 2009 года тройка от регионального отделения партии «Справедливая Россия» предстала перед своими избирателями в роли трех богатырей, которые идут на поединок с чудовищем – коррупцией. Что, Алешенька, лук теребишь? А ли зайца трусливого увидел? Не зайцы они, а оборотни лживые. Совсем ошалели от наживы проклятые. Своих уже пожирать начали. Вон укола хана своего выдали. Как будто один он землю тульскую грабил. Весь этот символизм не пошел на пользу «Справедливой России». Игорь Зотов обменял партбилет СССР на партию пенсионеров. Алексей Березин сам пал жертвой коррупции. А Владислав Сухорученков не справился с возложенными на него обязательствами и в скором времени может покинуть пост лидера тульских СССР. По крайней мере, так считает коммерсант. Но обо всем по порядку. Владислав Сухорученков осенью 2012 года сменил Игоря Зотова. Именно с этого года и начинается самое интересное в политической жизни СССР. Мы только в середине пути разгребаем авгию и конюшни, которые тут остались в партии после товарища Зотова и его команды. Почему я так говорю? Потому что на самом деле ежедневная партийная работа практически не велась командой Зотова. Она велась от случая к случаю, от выборов к выборам. Более того, в команде оказалось достаточно много сомнительных людей. Сомнительных с точки зрения политической, я имею в виду неубежденных. В то же время начались и партийные зачистки, когда ряды СССР покидали десятки зотовских сторонников. Партию покинул считавшийся главным ее спонсором, хозяин торговой сети Антон Белобрагин. В апреле 2014 года прекратило существование фракции «Справедливая Россия» в городу Метулы. Заявление о выходе из ее рядов написали сразу четыре депутата. В итоге партия находится в сложном положении из-за массового исхода значительной части актива. А главным ресурсом остается личный рейтинг руководителя отделения Владислава Сухорученкова. Именно он выступил противником губернатора Владимира Груздева. Хватит нас пугать оппозицию, мы не боимся вас. Хватит пугать уголовными делами, которые против некоторых членов партии якобы вы постоянно говорите, что вы готовы завести. Хватит пугать репрессиями. Хватит пугать наших местных лидеров партии. Вы уже взорвались. В июле этого года Сухорученков обвинил областную администрацию в давлении на арендодателя. Цель выселить региональное отделение из занимаемого офиса. А 14 июля был арестован бывший глава администрации Узловского района Алексей Березин. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Кстати, в феврале 2013 года Березин покинул ряды справедливой России и вступил в единую Россию. Но уже в сентябре 2013 года вновь обменял единую Россию на справедливую. После скандала с Алексеем Березиным в ход пошла тяжелая артиллерия. Слово взял сам лидер СССР Сергей Миронов. На территории Тульской области сегодня пещерное политическое время. Парламентскую партию, справедливую Россию, всеми правдами и неправдами пытаются не допустить к выборам в законодательные органы власти субъекта Российской Федерации. Я не знаю, знает ли о том, что творят его подчиненные господин губернатор, господин Груздев, но то, что творит его подчиненная госпожа Марьясова, это настоящее пещерное время. В итоге предвыборная кампания для справедливой России ознаменовалась явным противоборством с региональной властью, исход которой закончился не в пользу СССР. Выборы были провалены. Это полный провал этих партий. Выходим уже в отставку. Такого не было никогда, чтобы по одномандатному округу не прошел какой-то запозиционер. Я сам проходил в свое время по одномандатному округу и от КПРФ, и от Голосной думы, и от Госдумы. Но если ни одного представителя из оппозиции не прошло по одномандатному округу, то это то, что наша общественно-политическая жизнь в области, она требует, конечно, серьезных изменений. Что будет дальше с СССР, никто не знает. Но понятно одно, что региональное отделение справедливой России было и остается в первую очередь партией популярного лидера. И если на смену харизматичному лидеру придет популярная персона, то есть шанс на политическое выживание партии. Если же этого не произойдет, то и перспективы будут незавидными. Анастасия Жукова, Валерия Пенина, Сергей Фоночкин. Специально для программы «Итоги недели». Космос. Так переводится название наркотического вещества, которое за пять лет приобрело небывалую популярность среди подростков. Вследствие событий, произошедших за последние несколько месяцев, спайс можно смело употребить синонимом к слову «смерть». Вспышка отравлений курительными смесями под данным названием разрослась по всей стране. И Тульская область не стала исключением. От спайса пострадало порядка 15 человек. И это при том, что огромное число потребителей не попало в поле зрения медиков и правоохранительных органов. Случаи отравлений спайсом с летальным исходом учащаются. Больше молчать нельзя. В Туле ситуация с распространением спайса достигла небывалых масштабов. Реклама почти на каждом фасаде. А достать наркотик не составляет труда даже у несовершеннолетних. Получить вполне легальный кайф за копейки можно было хоть с доставкой на дом. Мало кто думал о последствиях. Доступность прельщала и заглушала голос разума. Не следует понимать, что спайс – это наркотик растительного происхождения. Это исключительно синтетические вещества. Просто объектом-носителем этих веществ являются растительные массы. Спайс обладает галлюциногенным эффектом и токсическими свойствами. При потреблении синтетик вызывает рвоту, судороги, высокое давление и сердцебиение. Действие спайса протекает по-разному, поэтому некоторые, видимо, и не спешат с ним завязывать. В 2009 году это вещество начали продавать, как якобы легальный наркотик. Кто-то называл его чаем, кто-то – растительным экстрактом для ароматизации помещения. Курительную смесь можно было приобрести в своеобразных кафе, улетая в город и маленький Амстердам. Но они скропостижно были закрыты, и тогда начались подпольные продажи. Здравствуйте, а что стоит? Давайте нам 0,5. Почему наркотик представляли, как легальный и свободно продавали, спросите вы? Ответ прост. Состав спайса наркодилеры меняют с невероятной скоростью, а чтобы курительную смесь официально признать наркотиком и занести в уголовный кодекс, требуется время. Как только определенный состав официально признается наркотическим веществом, мгновенно появляется новый, неизвестный, и тут снова правоохранительные органы бессильны. Но, несмотря на все сложности, сотрудники госнаркоконтроля хорошо знают свое дело. За 10 месяцев 2014 года из незаконного оборота изъято около 9,5 килограмм курительной смеси. Это больше в 200 раз, чем за аналогичный период прошлого года. То есть, за аналогичный период прошлого года было изъято около 50 грамм. Помимо состава, дилеры меняют и тактику продаж. От подпольных передач они перешли к так называемым закладкам. Теперь потребитель и вовсе может не встречаться с поставщиком. О весе и цене договариваются посредством СМС. Деньги переводятся на счет сотового оператора. После чего также СМСкой приходит адрес закладки, конкретное местоположение товара. Но правоохранительные органы находят лазейки и здесь. Самое страшное, что поставки спайса в Тульский регион продолжаются. Причем употребляют наркотик школьники. За последние две недели ситуация начала приближаться к критической. Дети начали поступать в медучреждения с жесткими отравлениями. Вот за этот период времени в отделении прошел курс лечения 9 подростков несовершеннолетних. 9. Для стационара нашего это очень большое количество. То есть это нетрадиционно большое количество потребителей одномоментно. Одного и того же вещества находились в условиях стационара. К данному синтетическому наркотику привыкание возникает в кратчайшие сроки. Говоря медицинским языком, начинается синдром отмены. После нескольких доз организм начинает требовать наркотик снова и снова. Учащаются головные боли, скачет давление. У кого-то возникает свист в ушах, депрессия и суицидальный настрой. Иными словами, начинается ломка, которую, по мнению наркомана, может унять только доза. Здесь уже необходимое медицинское вмешательство. К 2014 году мы сейчас сталкиваемся со случаями зависимости от спайса. Хотя мировая практика пока не описывает случаи зависимости. Но если мы говорим о том, что у пациента развивается долериозное расстройство восприятия, галлюцинации и неадекватное поведение в результате отмены наркотика, то это, как мы уже говорили с вами, вторая стадия наркомании. Вторая стадия. То есть, значит, речь идет о формировании зависимости. И современный наркотик в кратчайшие сроки формирует ее. В кратчайшие. Черная мамба. Так разновидность спайса называют среди курильщиков, которая и стала причиной массовых отравлений в Кирове, Сургуте, а теперь и в Тульской области. Этот вид уже идентифицирован. И не исключено, что в скором времени появится новый, последствия употребления которого будут еще более пугающими. Необходимо действовать, причем как можно скорее. Присмотритесь к своим детям, к их окружению, а при малейшем подозрении обращайтесь к специалистам. Не доводите ситуацию до критической. На этой неделе генеральный директор «Арсенала» Андрей Никитина в эксклюзивном интервью руководителю портала «Спорт-71» Олегу Жилкину рассказал о том, как идет подготовка к матчу с Ростовом и Уралом. О спонсорах, о стадионе и о светлом будущем. Действительно, у нас эти два матча, они такие ключевые. И, наверное, самый из них ключевой – это, в общем-то, 19 числа будет с Ростовом. На него самый большой настрой идет у команды. И, наверное, вы видели наш ролик «Передматчевый» и «Предматчевый». Такой он, в общем-то, где игроки уступают. Они именно об этом и говорят. Команда настроится биться, настроена биться. И это, в общем-то, будет. Подготовка в результатном режиме. Конечно, эти три недели, они, в общем-то, для команды, наверное, непростые. Мы не участвуем в каких-то других встречах, ни кубковых, ни других матчах. Поэтому для нас это был штатный режим подготовки. Если верить, опять же, СМИ, я это не утверждаю, я просто спрашиваю, да, то у нас есть две команды – это Ростов и Арсенал. Источник финансирования, которых идет из фонда поддержки команд. Это так. В том числе. В том числе. И у Ростова также есть. Но основное у Ростова было из фонда. У нас сейчас, наверное, это не основное. У нас где-то 50 на 50, скажем так. Вот контракт, который с Балтикой, он существенно помогает клубу финансово? Мы пока подписали меморандум, непосредственно контракт он еще не подписан в стадии переговоров. В общем-то, нами отработаны все документы, которые необходимы для подписания, направлены в Питер. В основном же офис находится в Питере. Сейчас там проходит проверка. Я думаю, что в течение недели мы, наверное, к этому подойдем и подпишем. Но, к сожалению, мы не можем возглашать, в общем-то, сумму контракта. Скажу, что это в любом случае нам поможет. В болельщинской среде, да и по России, ходит разговор о том, что Вадим Сергеевич лично дает деньги свои на команду. Если это табу, значит табу. Если как-то можно на это ответить, то было бы интересно услышать. Почему? Потому что говорят, что я в этом зазор, но ничего не вижу. В принципе, у нас есть определенные бухгалтерские проводки. Они показывают это. Они это показывают. Поэтому здесь, ну что мы будем скрывать? Это и существует. Вы больше года руководите клубом. Первое, что вы ставили в углового угла прихода, это создание клубной инфраструктуры. Вы говорили о стадионе и так далее, и так далее. Поэтому у меня есть такой вопрос. Вот смотрите, вы успели подготовить центральный стадион, хотя я так понимаю, что работа была в море. Успели косую гору сделать, хотя там еще, как я понимаю, мачты до конца не установили. Там есть проблемы. Вот. Хорошо. Проблемы сразу создается. Ведь получается так, что у клуба нет ничего. То есть у вас нет ни стадиона, ни базы. Вот как с этим? Ну, к сожалению, этого нет. И, конечно, лучше бы, чтобы клуб имел какую-то свою базу. Но так сложилось уже, естественно, исторически здесь, что так произошло. Потому что клуб в какой-то свой период имел все это. Но потом сложилось так, как сложилось. Когда я приходил в прошлом году, было... Почему я еще говорю и был уверен, что мы как-то подойдем к косой горе, вот более плотно. Потому что тогда был разговор о том, что на косой горе должны увеличиться трибуны. И вообще косую гору можно будет даже на вторую категорию как-то сертифицировать. Потому что планировали, ну, как минимум, пяти тысяч них сделать, а вообще максимум десять тысяч. То есть даже по принципу локомотива мало спортивной арены. И тогда у нас была бы возможность два стадиона заявлять. И, в общем-то, неплохо там нормальные помещения были бы. Уже по-другому все было. Но, к сожалению, на тот момент, когда это было, в общем-то, как-то на поверхности, но потом, когда стали глубже все это изучать, начались проекты, перспективы, экспертизы, экспертиза заключения дала отрицательное. Владимир Сергеевич на пресс-конференции, которая была тысяча дней всего губернации, озвучил мысль о том, что стадионы сейчас во многих крупных городах строятся, как правило, на выезде. И, в частности, там промелькнула такая мысль, что неплохо было в Горелках построить новый стадион. Вот есть какие-то наметки? Или это просто пока... Потому что я слышал, что и на объезде вроде как бы место есть, и на Калужском шоссе. Ну, да. Владимир Сергеевич, все правильно, в общем-то, говорилось. Соответственно, эти решения или возможности он озвучивал. Действительно, неплохо стадион строить на выезде, наверное, может быть, в Московской трассе, когда это... Во-первых, мы приближаем команды, которые приезжают с аэропорта, они как-то уже меньше тратят времени на въезд в город и так далее. Вообще-то, правильно было бы решение. Но, опять же, я говорю, этот все-таки процесс от принятия решения до его реализации, он очень длительный у нас, к сожалению. В воскресенье наша команда встретится с соседом по турнирной таблице Ростова. Какие прогнозы у наших экспертов на эту игру? Сможем ли мы, наконец-то, взять три победных очка? Ведь, по большому счету, это последний шанс Арсенала остаться в премьер-лиге. Не так просто страшно. У нас сейчас осталось еще восемь игр, из них семь все-таки соперников, которые действительно... Не то, что они нам по силам, это примерно ровный покласс команды из второй части турнирной таблицы, из нижней части. С этими, в этих семи матчах, ну а почему бы и не в восьмом с Спартаком, надо брать очки по максимуму. Это не значит, что надо убиться в кровь, разбиться в лепешку именно в матче с Ростовом. Давайте не будем забывать, что Ростов все-таки действует... Действующий обладатель Кубка России. Команду, которая недавно поменяла тренера, причем их новый наставник, человек весьма энергичный, и как минимум способен зарядить команду и влить в нее новые энергии. Конечно, очень бы хотелось выиграть у Ростова, не то, что взять очки. Я на это очень надеюсь. Если говорить конкретно по прогнозу, я бы прогнозировал победу Арсенала с минимальной разницей, 1-0 или 2-1. Но я хочу подчеркнуть, что даже потеря очков в этом матче не станет какой-то трагедией. Наш криминальный корреспондент Сергей Стариков вышел из отпуска. И ему уже не терпится рассказать вам о главных криминальных новостях уходящей недели. Что ж, не будем вас томить. Смотрим. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Стариков. Я вернулся из отпуска. И у меня уже готов для вас свежий выпуск 112. Итак, примерно в 23.00 пятница 10 октября в доме номера 17 на улице Кирова в Туле загорелся балкон, расположенный на восьмом этаже квартиры. Пять пожарных расчетов прибыли на место происшествия всего через несколько минут. С ретушением пришлось задействовать автолестницу. Как сообщил сотрудник пресс-службы ГОМЧС России по Туршской области Антонина Лавручева, по лестничным маршам были эвакуированы 6 человек. Пострадавших нет. Причина возгорания будет установлена позднее. Скорее всего, это неосторожное курение. Вечером 15 октября в районе поворота на деревню Большая Еловая столкнулись КамАЗ, Шкода, Мерседес и Фольксваген. 53-летний водитель длинномера Мерседес скончался на месте происшествия. На данный момент предполагается, что причиной автоаварии стало превышение скорости одним из водителей больших грузов, в результате чего произошло касательно столкновение Мерседеса и КамАЗа. В Туле оглашен приговор членам преступной группы, которые занимались организацией проституции. Сутенеры получили реальные сроки лишения свободы от двух до двух с половиной лет с отбыванием наказания в исправительных учреждениях различных видов. Как установили полицейские отделы дознания, в марте 2014 года двое ранее судимых мужчин и одна женщина для получения выгоды организовали оказание сексуальных услуг. В деятельность группы вовлекались жительницы Тулов из соседних регионов. Преступники находили жрец любви через интернет и расклеивали листовки с обещанием высокооплачиваемой работы. После получения согласия анкеты девушек с фотографиями размещались на тематических сайтах с указанием контактных телефонов и стоимости различных услуг. Клиенты приезжали на съемные квартиры, расположенные в Туле. Организаторы сами договорились с ними о цене и забирали себе половину суммы. На этом все. До встречи на следующей неделе. Напоминаю, что в выходные 19 октября в 16.30 Тульский Арсенал примет на своем поле команду из Ростова-на-Дону. Давайте не останемся равнодушными и поддержим нашу команду на игре. На этом все. До следующей пятницы. Пока! Субтитры подогнал «Симон»